Доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня я покажу вам несколько игр, реплеев моего ученика, который всего за 400 часов в игре умудрился взять чемпиона. Это отличный результат, явно выше среднего, и когда я загружал его игры, я думал, что я увижу какого-то, я не знаю, молодого таланта, который умеет все и сразу, но здесь нет ничего, прям знаете, такого особенного, нет ничего сверхъестественного. Я начал задаваться вопросами, ведь если он не делает ничего экстраординарного, почему же он настолько выше среднего показателя? Ну и для того, чтобы ответить на этот вопрос, я вам предлагаю посмотреть несколько игр, которые он сыграл в соло на ранге первый чемп, и я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь, как и на любом другом ранге в Rocket League, люди совершают ошибки. Люди совершают ошибки, эти ошибки некоторые из вас, кто хорошо разбирается в Rocket League, либо давно следит за моим каналом, вы можете эти ошибки увидеть. Вот, если вы еще новичок в Rocket League, или ваш уровень игры достаточно слаб, или аналитическая составляющая Rocket League еще недостаточно развита, то, возможно, эти ошибки вы не увидите. Но, сам факт того, что здесь присутствуют косяки, о которых я говорю и на Плате, и на Дандаеме, и на Чимпе, даже иногда Гранд Чемпионе, да, то есть в этой игре, вот конкретно в этой и в тех, которые я вам покажу, в этих играх нет ничего прям настолько сверхъестественного, что не можете сделать вы. Вот здесь вот наш герой, во-первых, катнул своего тиммейта, во-вторых, просто жахнул в стену с аэровом, который вообще там не нужен был, вместо того, чтобы, ну, хотя бы ударить по воротам. То есть это, на самом деле, я не знаю, бездарность в квадрате была только что, но, тем не менее, мы все не идеальны. И именно об этом я хотел бы вам сказать сегодня. Потому что большинство из вас, когда вы заходите на стримы ко мне или к любым другим стримерам, или смотрите юпуповские видео, вы почему-то очень много обращаете внимание на ошибки людей, которые так или иначе они совершают вне зависимости от их ранга, да, то есть вы заходите на стрим к Чимпу, и вы говорите, что вот, я такую же ошибку делаю на Платине, или заходите на стрим к какому-то профессиональному игроку, видите, что он ошибается совершенно как-нибудь там по-чимповски, или вообще просто по мячику не попадает, и пишете ха-ха-ха, так ты Платина, вот. И мне кажется, что именно в этом заключается проблема большинства игроков, которые так или иначе смотрят анализы, гайды, смотрят какие-то обучающие видосы по Rocket League, вы начинаете думать, что ошибка равно ранг, то, что если ты рангом выше, значит, ты не делаешь таких-то, таких-то ошибок. Или, к примеру, ты всегда забиваешь в пустые, или должен уметь какую-то механику на 100%, и вы забываете, что большинство игроков до Grand Champion, это, во-первых, казуальные игроки, это значит, они не вкладывают тысячи часов в эту игру, а значит, они нестабильны, а значит, они совершают ошибки просто по определению, это первое. И второе, то, что большинство людей, они не смотрят гайды, они не смотрят какие-то обучающие видео, разборы, они просто играют в игру и учатся по ходу. И пример этого, я думаю, вы видите прямо сейчас на своих экранах, где игрок, который так или иначе посмотрел несколько гайдов, но, в общем и целом, просто сам учился играть в Rocket League, поэтому у него нет каких-то, знаете, стандартов по типу, вот здесь нужно сыграть так, вот здесь нужно сыграть так. Если мой тиммейт не едет вторым на кик-офф, значит, я жму FF, просто-напросто чистая голова, то есть, как бы это глупо ни звучало, но он совершает ошибки, не зная про то, что там совершаются ошибки. И то же самое касается относительно его тиммейта. Его тиммейт совершает ошибки, но наш герой просто не обращает на них внимания. Ну, а когда ошибка приводит к голу, то понятно, да, мы все обращаем на него внимание, но так или иначе, не заострять внимание на каких-то моментах по типу, там, вот, кат-ротации, например, вот такого, да, который сейчас произошел, я бы на самом деле не советовал так катать ротацию, просто потому что ему тиммейту удобнее здесь сыграть, и потому что его могли спокойно данкнуть. Вот игрок на октане, который ТТВ, вот этот мог спокойно данкнуть нашего Зена РЛЦ с Икс, это была бы не самая приятная ситуация, но так или иначе, я веду к тому, что ошибки это нормально, и искать ошибки у кого-то, значит, просто-напросто не видеть ошибки в себе и просто тратить лишнее время, силы и эмоции на это, что является, как по мне, достаточно бесполезным занятием в Рокет Лиге. Именно поэтому, чем меньше возраст, скажем так, тем быстрее ты учишься играть в какую-то игру, это правда, дети быстрее осваивают игры, и среднестатистический возраст в киберспорте, он близок, там, к 15-16, да, в Рокет Лиге это еще меньше, в 14 лет, там, бывают ССЛы, которые заходят, там, в топ-100 даже, и это очень хороший результат, именно потому, что нету, знаете, вот этого вот шаблона, как нужно играть, то есть, да, вот они видят условного Зена, и они такие, ага, значит, нужно вот как он играть. Нет, они видят просто игру, она им нравится, и они начинают играть так, как они чувствуют, да, если у них там что-то не получается, они начинают смотреть гайды, пусть это механики, редко, когда смотрят гайды по ротации в юном возрасте, скажу вам честно, в основном гайды по ротации смотрят ребята постарше, и поэтому у них складывается такая ситуация, что они изучают игру, и восприятие игры у них складывается свое, а не на основании гайдов, поэтому они не начинают думать о том, что тиммейты неправильно ротируются, то, что ты должен уметь халфлип на платине, иначе я не буду с тобой играть, вот эти вот истории, которые я слышу постоянно, да, они не заходят к стримерам и не пишут им, что если ты не можешь сделать флип-ресет на гранд-чемпион, то это рак. Нет, эти люди просто играют в игру так, как им нравится, и, собственно, они пытаются свой плейстайл, ну, довести до идеала, и в моменте, когда их плейстайл настолько загрязнен, что его нужно чинить, они обычно обращаются ко мне, вот, как наш герой, я просто помог ему почистить его плейстайл, потому что, как вы можете заметить, он ротируется не очень хорошо, он очень часто катает своего тиммейта, то есть разворачивается перед ним, забирает у него мяч, и это приводит вот к таким вот голом. То есть неприятно, и выше первого чемпа, скорее всего, тяжело будет пройти, не исправив эту ошибку, да, и кик-офф им у нас не самый лучший, да, то есть вы видите, в среднем игра, ну, не то чтобы прям выглядит как такой крепкий, стабильный, там, первый-второй чемп, нет, игра выглядит достаточно всратенько, никто не делает ничего прям сверхъестественного, мы видим совершенно косячные ариалы, кик-оффы хуже, чем на даймондах, я видел вейвдэши, которые совершенно здесь не нужны, понимаете, то есть очень много ошибок, очень много того, что не нужно делать, но, опять же, их не нужно делать, если ты хочешь играть идеально, да, а если ты хочешь играть в свое удовольствие, то пожалуйста, и более того, когда ты играешь в свое удовольствие, ты развиваешься быстрее, ребят, если вы не знали, то есть если вы страдаете в каком-нибудь режиме 1 на 1, и вам вот просто мерзко, то вы будете развиваться реально медленнее, чем если вы будете просто получать удовольствие в 2 на 2, хоть и импрововаться, скажем так, будьте не такими 7-мильными шагами, как если бы вы это делали в 1 на 1. Наша игра, кстати, перешла в овертайм И давайте посмотрим, выиграли ли Наши синие бойцы эту игру Отличный кик-офф от тиммейта И я так понимаю, это кик-офф гол Да, враг не успеет сэвить И в итоге 6-5 Игра была достаточно равная Все ошибались налево и направо Понимаете, что несмотря на то, что Наш герой и его тиммейт совершали ошибки Враги также совершали ошибки И, собственно говоря, ты не можешь требовать от кого-то идеальной игры Если у тебя у самого этой идеальной игры нет То есть вы можете требовать идеальной игры Только в двух случаях Первое, если вы сами играете идеально И второе, если ваш тиммейт это профессиональный игрок Который сидит на зп И то профессионалы ошибаются только так Ни один профессионал не играет идеально Я вас уверяю, ни ваши кумиры Ни те, кого вы больше всего не любите Ни манки мун Все совершают ошибки Так что мыслить о том, что кто-то где-то совершил ошибку Или сыграл неоптимально Или сыграл как-то глупо И из-за этого вы начинаете думать о том Что ну все, мы проиграем Человек не знает, как играть Или, к примеру, я играю лучше, чем он Нет Наверняка большинство из вас сталкивались с ситуацией Особенно в один на один Когда вы сталкиваетесь с оппонентом Который играет максимально непонятно Вы просто не можете прочитать, понять, что он делает И в этом В этом заключается его сила Он не играет по шаблону И из-за этого вам просто-напросто Ну не хватает, скажем так Серой жидкости в голове Чтобы просто-напросто Прочитать и быть на шаг впереди Вам приходится играть реактивно У вас начинает гореть жопа И лично я сталкиваюсь с такими ситуациями Очень часто Когда просто игроки, которые Мыслили нестандартно Не мыслили шаблонно Они переигрывали Меня удивляли И в конце концов Я зачастую проигрывал именно Морально, знаете, да То есть не Потому что человек играл лучше А потому что я не понимал, что происходит И Просто игра шла под диктовку Другого человека Я не мог, скажем так Научиться играть первым номером Против таких ребят Вот И поэтому Когда вы сами учитесь играть Когда вы сами формируете Плейстайл, скажем так Это намного приятнее И с точки зрения Просто банального времяпрепровождения Вы получаете, как помню Больше удовольствия Когда этим занимаетесь И Профитнее С точки зрения того Что вы Скажем так Понимаете, что делаете У вас есть какая-то Какая-то изюминка О которой Знаете только вы К примеру Да, вы Всегда хотели стать Игроком Который использует Вейвдэши на 200% Так появился Дарк Да Вы всегда хотели быть человеком Который Просто нереально Трясет всю карту Постоянно бампает И взрывает Так появился Профессиональный игрок Ком Вот Или Апарнтли Джек В 3x3 так играет То есть У них уникальные стили игры И Они не придумали их Когда уже стали Профессионалами Они просто-напросто Изначально Имели какое-то Представление Об игре Которую не имели Другие игроки Да, то есть К примеру Возьмем Манки Муна Он делает Максимально базовые вещи Но он видит Игру и ротацию Так как Не видит большинство Игроков И Возьмем В противоположность Манки Муну Какого-нибудь Да, того же самого Зена Который Просто механически И Как-то сказать Стратегически Намного-намного Сильнее Большинства Игроков Даже на Про-сцене Ну, сейчас уже К нему более-менее Адаптировались Но Когда Зен Только вошел на Профессиональную сцену Было именно так То есть У каждого Есть свое восприятие игры И Вместо того Чтобы пытаться Научить своего Тиммейта Как правильно Ротироваться Что Не поймите меня Неправильно Это Является Хорошей Идеей Все же Не заостряйте Своё внимание На идеальной игре Вот если Ваш тиммейт Десять раз подряд Вас катнет Как полнейший Затупок То есть Развернется перед вами Помешает вам сыграть мяч Можете сказать ему Что Вот В Рокет Лиге Не стоит так делать Потому что Ух, какой эрел В Рокет Лиге Не стоит так делать Потому что Твой тиммейт Сзади Не видит то Что ты разворачиваешься Перед ним Мы едем вдвоем На мяч И мы проигрываем Тогда да Но если тебя Один раз катнули Ну катнули И катнули Вот Опять же Не ожидай Идеальной игры От своего тиммейта Когда ты сам Играешь не идеально Запомните это Вот И я думаю Что параллельно с этим Вы смотрите на экран И понимаете Что ну ребята Здесь играют Наверняка не так Как вы думали Играют чимпы Да То есть Если вы Платина или даймонд И вы мечтаете о ранге чемп Ну и в последствии Гранд чемпион Вы наверняка думали То что ребята Здесь играют посильнее Но нет На самом то деле Все совершают ошибки И зачастую Эти ошибки Выглядят так Как ой Да че первый раз В игру зашел Да иногда Не так и выглядят Я вам больше скажу На SSL бывают Точно такие же ошибки Когда ты смотришь Такой блин Че первый раз В игру зашел Вот И это абсолютно нормально Нужно просто принять То что все ошибаются И Лучшая Стратегия В таком случае Это Делать Минимум ошибок И стараться Наказывать За ошибки врагов А это значит Играть Чуть чуть Более умнее Вот Прыгает Туда Сюда Это не оптимальная игра В Rocket League Даже не близко Он делает очень много Лишних движений Но его понимание игры На достаточно хорошем уровне Он просто знает Куда деть свою задницу В нужный момент И И даже если это выглядит Как-то Странно В некоторых моментах Да Понятно что он совершает Ошибки в ротации Потому что он всего лишь чем Как бы Мы не Боготворили этот ранг Это все еще 10% Всех игроков Что очень много Он совершает Ошибки в ротации Вполне Бизарно Иногда То есть ошибки Которые мы может Можем увидеть На платине И В конце концов Подводя итог Моему монологу Я бы хотел сказать вам Что прежде всего Вам нужно научиться Получать удовольствие От игры Вот это прежде всего Потому что если вы будете Получать удовольствие От игры Вы будете развиваться Намного-намного быстрее И затем Затем Как только вы поняли Что вам доставляет удовольствие Вы начинаете Работать в этом направлении Потому что Когда ты играешь В новую игру К примеру Там Вы первый раз зашли В какой-нибудь Apex Dota The Finals Да Еще какие-то игры Может быть даже Counter-Strike Вы находите Что-то интересное Для себя И начинаете Развиваться В этом направлении То есть Вы научились Летать Вы начинаете Учить полеты лучше Вы Увидели Как можно фликать Вы начинаете Тренировать флики Да То есть Покуда вам это интересно Вы начинаете Работать в этом направлении Сами Вам Вас не нужно заставлять Вам не нужно смотреть Какие-то гайды Ну я имею ввиду Чтобы узнать Вам нужно смотреть гайды Чтобы понять Как работает механика В той или иной игре Это да Но я имею ввиду Вам не нужно смотреть гайды Чтобы узнать Что флик это флик Вам просто что-то нравится И вы начинаете это делать И я советую вам Примерно так же развиваться Причем в любой игре Будь то Rocket League У меня был забавный момент Меня спросили Артем Ты мог бы коучить По любой игре Просто потому что Менталка в целом Тренируется во всех играх Одинаково И я подумал о том Что действительно На самом деле Менталка во всех Ну большинстве игр Просто-напросто Плюс-минус Одинаково Должна тренироваться Какие-то основные вещи Везде Схожи Схожи Вот И поэтому Мне очень нравится подход Когда вы просто Делаете то Что вам нравится В первую очередь Вот И если вы Вот прям застреваете Застреваете То тогда Вам нужно смотреть Какие-то уже Гайды Какие-то Безусловно Разборы Может быть Игр Может быть разбор игр Профессионалов Разбор игр Игроков своего ранга Да Чтобы найти Ошибки Которые есть и у вас То есть вы посмотрели Разбор реплея Посмотрели свой реплей Если у вас есть такие ошибки То давайте ее исправим Тогда да Но не нужно Вот эти вот Истории По поводу Разборов реплея По поводу ошибок Переносить на своих тиммейтов Вот И Ну на своих врагов В принципе можно Это не так страшно Но На своих тиммейтов Точно нужно Потому что они не вы Они Наверняка у них Совершенно другая ситуация В игре Возможно Вы играете в пати С чем Которым 9 лет Ему только купили Плейстейшн Он первый раз играет У него 10 часов А вы Пиздите на него Без остановки Потому что он вам Игру сливает Он просто учится Бывает так Что наоборот Играет человек Который Долго уже На одном месте Застрял И он пытается Пытается что-то Изменить в своей игре Вот Он пытается что-то Починить И возможно Ему и так тяжело А вы ему еще Под руку что-то говорите То есть Ожидания Убивают вас Прежде всего Это вам нужно понять То есть Не бывает разочарования Без ожиданий Поставьте видео На паузу Подумайте Об этой фразе Хотя бы 30 секунд И вы поймете Что Если бы у вас Не было ожиданий Вы бы никогда Не разочаровывались То есть У вас есть ожидание Что ваш тиммейт Попадет в мяч Он не попадает Вы разочаровываетесь То есть Все настолько просто Просто не ожидайте От вашего тиммейта Чего-то Ожидайте Что он Ну Может насрать А если он насрал То просто Относитесь к этому Никак То есть Окей Пофиг Едем дальше То есть Лучшая фраза Которую мне кажется Можно сказать Это Ничего страшного Едем дальше Похуй выиграем Как говорится Вот И Вот этот вот уровень Скажем так Пофигизма Да это не столько Пофигизма Это ну Банально Поддержка Морального духа У себя И в своей команде Да то есть Это как бы Такой на самом деле Важный фактор Вот Особенно если вы играете Может быть с друзьями Или сидите в дискорде С человеком То это реально Это важнее чем Чем все остальное Вот Потому что У меня есть куча примеров Где я играл с друзьями На Тем же самом втором Гранд чемпионе И мы пытались победить У нас не получалось А потом мы начинали Старать абсолютно херней И мы Начинали просто Напросто веселиться Нам было вообще Пофиг на победу И поражение И мы начали массово Побеждать Мы Таким образом Я впервые в жизни Взял гранд чемпиона 3 Потому что Ну мы просто Страдали фигней На каких-то рандомных машинах И случайно взяли Гранд чемпиона 2 Дивизион 4 Вот То есть Все идет от менталки Все идет от ваших ожиданий Все идет от того Как вы воспринимаете игру Как вы воспринимаете Других людей И уже только потом Сколько гайдов Вы посмотрели Сколько времени Вы потратили Поэтому я советую Всем Оставаться Детьми Иметь Вот это вот Детское Мировосприятие Когда Дело касается Именно игр Имейте Пустой лист Не надо иметь Какие-то ожидания По поводу себя Симмейтер Не ставьте себе Вот это вот Он должен уметь Халфлип назовывать А если он не умеет То мы проиграли Я должен уметь А если у меня не получилось Мы проиграли Найдите то Что нравится вам И вы будете Развиваться намного быстрее Ну и конечно Не тильтуйте А если вас достала игра То Либо смените Либо займитесь Чем-то более Интересным В жизни Например Посмотрите видос Алана Уотса На английском языке А лучше все 5 Я вот посмотрел Мне шикарно Всем советую Надеюсь Что вы найдете себя В этой игре И мы встретимся Либо когда вы будете Гранд чемпионом Либо когда вы будете Платиной И делать 4 флип-ресета И получать удовольствие С друзьями Угорая И думаю о том Что вы наконец-то Проводите время Своей жизни Так как вы хотели